Всем привет! У меня в руках новорождённый йеменский хамелеон. Такой вот маленький малыш, с него только-только сошла оболочка яйца. Такой маленький. У нас пополнение в нашей треарьемной семье хамелеонами. Вот так они рождались. Я его попрыскала водой, он стал фиолетовый такой. Вообще эти яйца, это не нашего разведения, скажем так, да? Хамелеоны, это мы инкубировали яйца от погибшей самки, не нашей самки. Нас попросили попробовать проинкубировать эти яйца. Получится ли вообще что-либо проинкубировать и получится ли, малыши мы не знали. Инкубация у хамелеонов очень длительная, и это получился долгий эксперимент. Главное – снять полностью вот эту оболочку. Значит, самка погибла, потому что не смогла отложить яйца. С самками хамелеонов такое случается довольно часто. Это зависит от многих факторов. Ну вот это вот журовик, наверное, один. Вот эти пожелтее. Не всегда это вина киперов или владельцев, да, животных. Иногда просто пожилые самки не могут отложиться и умирают из-за этого. Эта самка отложила яйца, одно яйцо отложила, и после этого прошло три дня, и она скончалась. Значит, не смогла отложить яйца и погибла. После её смерти прошло уже часов пять перед началом вскрытия. Вообще считается, что чем быстрее, конечно, в таком случае вскрываешь и достаёшь яйца, тем больше шансов на успех. Вот это видно, да. Наверное, за радужу ходишь? Нет. Видишь, как плохо, когда большие перчатки. Это зависит испорченные яйца в неправильной форме. Вообще мнения разнятся по поводу того, есть ли смысл инкубировать такие яйца или нет. Что мы можем сказать по нашим результатам? Так как самка не могла отложиться три дня и умерла, и прошло несколько часов, то часть яиц уже начала портиться, уже мы их даже инкубировать не стали. Всё. Вот это плохие яйца. Сколько всего? Раз она, то отложила. Здесь ещё пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И ещё пять. Двадцать, и всё, двадцать одна. Всё с этим жировиком. Это жир. Те яйца, которые мы стали инкубировать, из них получилось у нас по итогу шесть живых здоровых малышей. Хотя изначально у самки, да, было двадцать одно яйцо, из них сразу плохо выглядели, сколько, шесть, наверное, да? Сразу было видно, что это уже бессмысленно инкубировать. Вот, некоторые были подозрительные. Первое яйцо, которое она отложила, оно подсохшее было, но мы его пока оставили. Из него, конечно, ничего не вышло. Много яиц испортилось в процессе инкубации, но в итоге шесть малышей, шесть живых малышей у нас здоровеньких получилось. Таких вот хорошеньких. Конечно, инкубация длительная. Если вам, например, ну, сложно, дорого или ещё что-то полгода инкубировать вкладку, которая непонятно, будет ли это успешно инкубаться или нет, то, конечно, может быть, смысла и нет в этом. Дальше. Если это, например, какие-то дорогие виды, например, пантеровый хамелеон или даже интересные йеменцы, типа пайдов, да, то, конечно, смысл есть, потому что даже несколько выживших малышей – это всё-таки результат, как я считаю, всё-таки это хорошо. Я, например, очень рада, что у нас всё-таки получилось, и мы сумели спасти несколько малышей, пусть их немного, но зато они живые, здоровенькие, хорошие малыши. Все начали питаться из тех, кто вылупился, да? Такой фиолетовый. А вот у нас ещё один маленький хамелеончик вылез. Вот его пустое яйцо. Отсюда он выполз. Привет! Идёшь ко мне на ручку? Давай! Ты же хочешь выбраться? Давай ко мне. Давай. Давай. Не хочет ко мне. Какая-то стрёмная ты какая-то. Я его попрыскала водой, и он стал фиолетовый такой. Упс! Ну что ты? На. О, какой! Молодец! У меня руки в чёрном силиконе, чёрт! У меня делало фон для получательных. Инкубация проходила, как обычно у геменцев делают, с перепадами день-ночь. Днём была температура 30 градусов примерно. Ночью она опускалась до комнатной, это где-то 22-23-24 градуса. И первые малыши стали выходить почти через полгода. То есть вскрывали самкумой 5 сентября в муниципальном учреждении «Живой уголок». А малыши первые в конце февраля появились. Остальные ещё пока думают. Ну, тут тоже зеленеет лицо. Они зеленеют перед вылупом. Видимо, кожа становится видна. Как-то просвечивает. В общем, и вот здесь что-то такое просвечивает уже. В общем, ещё вылезут. Вон, брат твой, смотри. Фиолетовый. Вон какие разные. Мокрый фиолетовый, а этот зеленый. На данный момент пока что три малыша вышло. И ещё три живых яйца, из которых явно выйдут здоровые малыши, лежит. Вот ещё один хамелеон вылупился. В общем, я считаю, что наш эксперимент успешно совершён. Многие считают, что в большинстве случаев яйца гибнут, и смысла их нет накубировать. Но, как оказалось, всё-таки у него ещё попали, но не закрылось. Всё-таки даже через несколько часов после смерти мы вскрывали, и всё равно результаты нас порадовали. Спасённые малыши нами. Иначе бы их и не было, собственно. Это маленькие туркмены, новорождённые. Они из-за откарпленной власти, потому что они не умеют вартипально ходить. И там витаминная подсыпка. Сейчас мы это всё встряхнём, и будем кормить наших маленьких хамелеончиков. Витамины и кальций внутри там подсыпки. Вот так. Теперь у нас стали туркмены белые. Были оранжевые, стали белые. С витаминками. Это стандартная. Кормушка стоит. Там сверочки. Они без обсыпки, потому что в обсыпке они быстро дохнут. Поэтому они просто стоят на постоянной основе. Уходит человек поевший. Сюда я им ставлю, вот как туркмены сейчас, ещё личинок знахарей тоже обсыпанных. Потому что они так быстро не дохнут в обсыпке. Вот так. И они пойдут кушать. Он один смотрит. Чего это принять? Смотри, как обрадовался. Смотри, как он сразу побежал. Давай, ешь. Сейчас, хватит. Да-да, давай-давай. Опа. Поймал. Вот молодец. Вкуснятина. Как отреагировал сразу, да? Поднесли, поставили. Вкуснотина. Сейчас будет ещё есть. Вот так вот сразу они реагируют. Сверочков они потихонечку подъедают. Но как-то у них они же ажиотажа не вызывают. А вот из этой коробочки, может, на этом месте им удобнее есть. У них сверху лампа нагрева и УФ. УФ-лампа. Они там сидят, в принципе. Им вот очень нравится на этом месте есть. Они так активно жуют. Личинок вот этих жуков знахарей. Туркмены, потому что сочные. В этом плане очень хороши туркмены. Хороший корм. Сверочки тоже мягкие и нежные. У туркменов хитин не жёсткий. Поэтому их можно вот так вот вставить. Обсыпанных витаминками. Они их сразу съедят. Потому что я сверочков сыпала витаминками, обсыпала. Они часа через три начинают дохнуть. А они потихонечку их едят в своей стандартной кормушке, которая стоит. Так иногда. Я смотрю, едят. Но что-то как-то не то, чтобы очень охотно. А вот из этой кормушки под лампами и личинок знахари они с удовольствием едят. И вот туркменов едят с удовольствием маленьких. И удобно, что туркмены не могут подняться вертикально и не могут разбежаться по всему терру. Удобно. Поэтому не мраморы, а туркмены. Ну и туркмены сочнее, чем мраморы. Они прям такие сочные. Давай и ты иди. Вон второй тоже думает, идти ему или не идти. Он сидит рядышком. А, этот вон сидит внизу и смотрит как тараканкам. Я говорю, вот здесь, вот он. Еще один. Вон там он сидит. Думает, надулся. Там у меня заросли такие. Ну, хорошо зато. Уютно. И не страшно. Давайте быстрее едите, а то тот сейчас всех съест. Я их даже посчитала, чтобы сразу посмотреть, сколько они едят. А я пока маленькие была, вообще непонятно. Едят они, не едят. Когда сыпешь так, ну, не будешь же все время считать это все. Ну, они аппетитно очень бегают быстро. Личинки там медленно шевелятся. Они не такой, у них восторг вызывают. А эти бегают, как сумасшедшие. Им интересно. Ну, что ты туда вкусился? Иди туда к кормушке. Иди к кормушке. Ну, что ты хочешь? Иди, иди. Иди туда, туда, иди. Посмотри, что там творится. Ого, скажи, сколько вкусняшки. Давай, вонем-нем-ка. Угу, заинтересовался как. Он не понял, что вот происходит. Да, ой, смотри, сейчас будет и этот ловить. Так что не зря мы делали этот эксперимент. Инкубировали полгода. О, это вот я стою, а этот еще не сообразил. А третий из-под низу смотрит на коробку. Таракан, он там прям под коробкой внизу. Ой, врачок. Ну, сейчас сообразит, поднимется. А недолго сообразят, конечно. Поймал, наконец-то, первый слой. Блин, какие у них классные языки. Такие длинные. Он прям ловичка. Так, я поймал. Оп, еще одного. Нам-ням, вкусняшка. Пошел. Оп, молодец. Оп, я поймал. Молодец. Нам-ням жует. Вкусный таракан. Туркменский таракан. Кроссовчики. Такие маленькие, прикольные. Медлительный живот. О, тут охотится дальней. Оп. Поймал. Прикольно, как они мают. Какие же они милые. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok